В эфире Дороги к Свободе. С вами Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня в нашей студии мои коллеги, журналисты Александр Янковский и Константин Скоркин. Александр Янковский, журналист из Симферополя, Константин Скоркин, журналист из Луганска, с юго-востока Украины. И вот, собственно, поэтому мы начнем разговор с такой профессиональной темы. А что вообще происходит сегодня со средствами массовой информации в регионах, которые вы оставили, уехав в Киев? Потому что ведь на самом деле до аннексии Крыма, до боевых действий на юго-востоке, мы можем говорить о том, что была, в принципе, вполне логичная такая ситуация. Она была больше похожа на украинскую, чем на российскую. Естественно, существовали независимые средства массовой информации. Они, может быть, в какой-то такой полумаргинальной зоне, но тем не менее были доступны потребителю и телеканалы, и интернет-сайты, и печатная пресса, которые выражали позиции отличные от позиции власти. В России, как мы знаем, все это не так просто. И уж тем более это не так просто в условиях, когда существуют самопрозглашенные Донецкой и Луганской народной республики. Поэтому вот тут есть очень важный вопрос, как все это действует сегодня. Что значит работать? То есть работать, если ходить на работу, то могут. А если уже попасть, допустим, на мероприятия, где необходима аккредитация какого-либо средства массовой информации от органов власти, на радио Свободы их называют аннексированные. Я предпочитаю термин «оккупированного», потому что все-таки, когда мы говорим об аннексии, мы все-таки в какой-то степени соглашаемся с фактом того, что это доведено до конца. Поэтому вот я считаю, что все-таки это власти оккупационные. И вот там уже возникают проблемы. Ну, во-первых, потому что необходимо, хотя изначально гарантировалось, что и декларировалось точнее, что будет некий переходный период до 2015 года, в течение которого средства массовой информации, которые работают на территории Крыма, они смогут работать и продолжают работать просто по украинскому законодательству, а уже с 2015 года должны будут работать по российскому законодательству. На сегодняшний момент все телекомпании считаются либо российскими, и тогда они могут спокойно работать, либо уже считаются иностранными, даже если это украинские телекомпании. И тогда им необходимо получать эту аккредитацию и уже в России, то есть работать как украинское средство массовой информации. Что касается свободы слова, то, естественно, теперь критиковать уже нельзя. Нельзя произносить слово «Крым – это Украина». Но это не критика, это преступление. Да, потому что это преступление. Нельзя такие-таки мысли, формы говорить. Но и критиковать, если критиковать, то можно очень, можно так как бы только осторожно, на самом деле. Нельзя принципиально какие-то вещи критиковать. Если мы говорим про медиапространство, то украинских телеканалов просто-напросто в этом медиапространстве в Крымском нет. И это произошло, их не стало сразу же уже 3 марта. Отключили вначале нашу телекомпанию, где я работал, да, и работаю. А 5 марта отключили все остальные телеканалы из эфирного телевидения. Нет, конечно, можно их смотреть, можно с помощью спутниковых тарелок, да, поскольку пока еще не сбивают спутники, которые летают над нашей страной. Ну и вообще над надземным шаром. Хотя, ну, кто его знает, все может быть. А что происходит в фронтовой зоне? Вообще, как там журналистика? Она вообще существует как такова теперь? Или это тоже такая борьба в подполе? Ну, я могу сказать, что, естественно, работа журналистов очень затруднена, мягко говоря. Вот та ситуация по поводу того, что Александр говорил в Крыму про аккредитацию, на самом деле аккредитацию такую же требует и власти Луганской Народной Республики. Потому что украинские СМИ там тоже считаются иностранными, на самом деле. Вот, и поэтому, например, САПКОРы на центральных каналах, которые работают в Луганской области, они вот попали в очень сложную такую этическую, юридическую сложную ситуацию. То есть, ну, они же не могут аккредитовываться в организации, которая признана террористической генпрокуратурой. Вот, но и в то же время работать им нормально не дадут, если они не аккредитуются. Вот такая вот, как бы, странная ситуация. Каверин, простите, а вот аккредитация, мне интересно, просто как журналисту, аккредитация в Донецкой Народной Республике, она дает право работать в Луганской Народной Республике и наоборот, или нет? Вот это вот очень сложная коллизия. Ну, теоретически, да, потому что они же договорились об объединении в Новороссию, поэтому, очевидно, это общее информационное пространство. Хотя там часто же бывают и конфликты между новыми этими государствами. И идеологически разногласиями. Ну, я видел, тем не менее, видел, тем не менее, что там есть какие-то независимые Донецкие и Луганские интернет-издания, они как-то существуют, выходят с новостями. Да, были уже несколько случаев нападений на их редакции, но, тем не менее, они вот есть. Вот я не очень хорошо понимаю режим их работы в этой ситуации. Они существуют, но, скажем так, я могу сказать, ну, как бы, в данном случае, разумеется, некоторые СМИ продолжают функционировать. Это касается прежде всего, например, ну, независимого телевидения нет. Вот. Потому что все телевидение, включая государственную телекомпанию, ну, мощности государственной телекомпании, они контролируются сепаратистами в той или иной сфере. Их контент. Соответственно, я не знаю, какая ситуация сейчас, кстати, вот с аналоговым вещанием, вот, собственно, с телевидением. Есть ли там сейчас украинские каналы? Насколько я знаю, что сепаратисты отключали эту их трансляцию. Исключена часть украинских каналов из крупнейшего кабельного оператора. Люди смотрят украинские каналы, в основном, либо через цифровое, либо через спутник. Вот. Выходят, из независимых осталось интернет и печатная пресса, кстати. Вот. Выходят. А почему? Ну, очевидно... И продается в киосках. Да, продается в киосках. Очевидно, потому что сепаратисты, ну, менее верят в силу печатного слова. Чем в силу телевидения. Некогда, да, читать газеты, как бы, вот они как-то более лояльны к этому относятся, к возможности... Сторонники аудиовизуальных искусств, в принципе. Да, вот они, да, вот они больше, как бы, нервно реагируют на телевидение. То есть, в принципе, человек с камерой, это вот, как бы, такое... То есть, журналист, если он там что-то ходит, спрашивает, то это еще как-то... Такому еще человеку можно как-то там что-то, в общем-то, разузнать, как-то там пропетлять. Вот. А вот человек с камерой, это, конечно, красная тряпка. Они доверяют... Единственные журналисты, которые нормально работают у нас, это российские каналы. Это первый канал, Life News. У них, я так понимаю, там уже корпункты. Они оттуда вещают, как бы, полная красная, это, то есть, зеленая, как бы, дорога. А мне иногда кажется, что это ДНР, ЛНР, это корпункты. А пьявый канал Life News, это как раз и есть центр развития событий. Ну, в общем-то, по большому счету, да. Идеологию задают, да. Можно еще вопрос? Скажите, а вот работают в этих корпунктах, это местные луганские журналисты, там, донецкие журналисты? Или это приезжие российские журналисты? Насколько я знаю, это россияне. Вот это приезжие. То есть, они приехали сюда. Другое дело, что среди журналистов, ну, опять-таки, я могу сказать за журналистов луганских, среди них, ну, скажем так, то, что, скажем, те, кто работали в пуле партии регионов, они сейчас, разумеется, поддерживают сепаратистов. Хотя сама партия регионов вроде бы не поддерживает. Хотя сама партия регионов не поддерживает, но так, как бы, такое вот, то же самое касается тех журналистов, которые работали на компарте, ну, связанные с компартией, с ПР, как бы, они, ну, официальные их партии, разумеется, ничего этого не поддерживают, остаются в легальном поле, но их медийные мощности очень сочувствуют, скажем, тому, что происходит в Луганске. Вот, кстати, с тем, что происходит. Я хотел бы понять, сейчас очень активно муссируется тема возможного переговорного процесса, да, причем переговорного процесса такого широкомасштабного. Вначале была идея о том, что будет некий круглый стол украинской власти с легальными властями Донбасса, Донецким и Луганским там областным советом, политическими представителями политических партий, сейчас уже расширяется, как будто бы, виртуально, по крайней мере, это поле для переговоров с теми, кто представляет так называемые Донецкие и Луганские народные республики. Это важный вопрос. А насколько такого рода переговоры они могут быть удачными? Вы вообще верите в такие беседы с этим, даже с теми, кто там не оружие носит, а представляет так называемые политические структуры? Ну, мне сложно представить, чтобы они были переговороспособными. Ну, просто, мне на самом деле очень, с одной стороны, конечно же, разумеется, хочется, чтобы там на родной земле был мир, а с другой стороны, очень сложно представить переговоры вот с этими людьми. Ну, теоретически переговоры, надо сначала договориться с их покровителями и, так сказать, кукловодами, прежде чем с вот этим. Мне кажется, что они очень субъектные, и как-то переговоры с ними превратятся в фарс. Это только лишний, как бы, добавит им вес. Нужно решить вопросы с их покровителями, как в Украине, так и за ее пределами. Тогда, кажется, это уже будет. А им нужно предлагать, на самом деле, амнистию и уход от наказания, если они сложат оружие, и там, спокойный проход куда-нибудь, там, в Россию. А вы верите в такие переговоры? В Донецке? В Луганске? Да. Честно говоря, нет. Да, я, конечно, понимаю, что главный переговорчик, он находится не в Донецке, не в Луганске, не в Симферополе, и даже не в Севастополе, хотя иногда туда приезжают, да. Но понятно и то, что даже договорившись с главным человеком, который во всем этом заинтересован, мне кажется, что вот эти люди, которые получили автоматы, пулеметы, более тяжелую технику, они... У них есть ПЗРК. Да, между прочим, это продажа любого ПЗРК, это, между прочим, обеспеченная жизнь вне пределов Донецкой и Луганской Народной Республики на долгие годы вперед. Да, но это, в принципе, мы знаем, что это можно купить в любом украинском супермаркете. Да, ПЗРК, это вместо того, то есть сметаны, так сказать, и других кисломолочных продуктов, сейчас нужно в Крыму. Да, в принципе, взамен, как бы, да, можно пойти и купить вот такой аппарат. Но, тем не менее, то есть все равно же никуда не денутся эти люди, да, они никуда не денутся с этим оружием. И когда они привыкли, вот как рассказывает Константин о том, что можно прийти просто забрать автомобиль, там, квартиру, да, какие-то драгоценности, можно забрать у человека просто с помощью этого автомата, а не работать в течение года, чтобы заработать то же самое, может быть, и 10 лет, то, наверное, эти люди просто так не сложат оружие. И о чем они, с ними можно договориться? Ну, может быть, только о сумме денег, которые они будут брать, какую-то ежегодную, там, или ежемесячную дань, чтобы, там, не расширять ареал своих грабежей? Ну, у меня, кстати, есть сомнения в переговорах еще, потому что я смотрю, как реагирует руководство Крыма на происходящее вообще в собственном регионе. Казалось бы, вот они уже Крымом руководят, они уже ничего не опасаются, но они оказались совершенно недоговороспособными с точки зрения любых контактов с Киевом. И в то время, когда, допустим, официальная Москва, там, устами вице-премьер Дмитрий Козак, который говорит о необходимости переговоров с Украиной по северокрымскому каналу, потому что действительно это катастрофа для крымского сельского хозяйства, то руководитель республики Крым, господин Аксенов, говорит, что никаких переговоров с Киевом не будет. А первый вице-премьер Крыма, теперь уже бывший, кстати, господин Тимир Галиев, даже говорит о капельном арашении. И вот сейчас ушел в отставку после, это тоже интересно мне, то есть таких вот масштабных проектов, человек, который собирался их осуществлять, уже находится за бортом руководства республики Крым. И мне это все очень напоминает вообще вот в целом просто авантюру, такую большую авантюру, последствия которой мало кто себе представляет даже в России. Абсолютно согласен, да, то есть это четко понятно, что действовали люди, мне так кажется, да, что они действовали по плану Наполеона ввязаться в бой, а там будет что будет, будет видно, да. На самом деле сейчас мы четко видим, что люди не предполагали, что остальная Украина, она просто не посыпется. Если мы говорим сейчас про Крым, потому что громадная, это просто катастрофа с доставкой продуктов, доставкой того же самого бензина и других видов топлива, если машины стоят в Новороссийске, то есть не пускают грузовые автомобили через Керченскую переправу, пускают их только через паром Новороссийск, ходят из Новороссийской Феодосии. Там очередь стоит 7-8 суток грузовых автомобилей, еще большая очередь сейчас стоит, чтобы выехать из территории Крыма этим же паромом. Все это, естественно, это не только проблемы с физической доставкой, но это, естественно, накладывает и свое, значит, на цену, на цену тех продуктов, которые мы видим в магазине, на цену того бензина и на его присутствие вообще в торговой сети. И все это, опять-таки, говорит о том, что знаменитая эта идея, с которой долго ее лелеял и везде пропагандировал господин Тимиргалеев о строительстве моста через Керченский пролив за китайские деньги, то он действительно, наверное, нужен. Он в такой ситуации, когда Крым фактически стал острым. Но он уже подорожал очень сильно, этот рост. Ну да, понятно, что аппетит приходит во время еды. Что дальше с этим делать, я, честно говоря, не знаю. Да, довольны в Крыму. На сегодняшний день, если мы говорим о ситуации вообще в Крыму, две категории людей, вот так, совсем довольны. Это пенсионеры, потому что они в реальных деньгах, они получили большие пенсии. Это чиновники и бюджетники, да, которые тоже получили больше денег. Те люди, которые зарабатывали сами себе на жизнь, они недовольны, потому что продукты выросли больше, зачастую больше, чем в два раза, а зарплату им не повысили. А вы, Константин, как думаете, напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует журналист Александр Янковский и Константин Скоркин. Константин Скоркин, он как раз из Луганска. Вот, в принципе, Украина, она способна сжиться вот с какой-то вечной этой проблемой Донбасса, который не будет стабилизирован? Ну, вот эта проблема, на самом деле, она, это то, что сейчас очень сильно обсуждается всеми, и чем дальше идет конфликт, тем больше, скажем, в большой Украине есть стремление такое отгородиться. Отгородиться есть от Донбасса, от всех этих проблем, это, конечно, очень, ну, я, с одной стороны, могу понять, конечно, мотивацию людей, которые, ну, просто, что какое-то отгораживание от Донбасса не даст эффект успокоения ситуации, а только, скажем, даст только дальнейшую дестабилизацию в стране. А почему? То есть, сколько можно отступать, на самом деле? Ну, потому что дальше потянутся другие регионы, которые сопредельны. Потому что мы уже забыли, что очень неспокойно было в Харьковской области. Вот, например, во время Евромайдана в Луганске было очень мирно, на самом деле, по сравнению с тем, что творилось в Харькове. Я... Насколько я понимаю, это потому, что в Харькове был Евромайдан и анти-Евромайдан. Он был Евромайдан. Да, в Харькове был Евромайдан, а в Луганске он был все-таки меньше по масштабам. Он был меньше, но, с другой стороны, скажем так, вот именно, что он был меньше, и задавить его было, на самом деле, легче. Но его, тем не менее, не задавливали. И Евромайдан, и анти-Майдан достаточно мирно сосуществовали. Вот до весны, уже когда началось уже такое агрессивное, да, переход такой агрессивной политики, я уже, в принципе, грешным делом, я даже написал колонку о том, что, вот, дескать, мы поменялись ролями, потому что вот эта модель, скажем, силового подавления оппонентов, то есть тетушки, вот это все, чем прославилась, как бы, вот эта вот революция со стороны власти, их действия, это же все технологии, которые откатаны, были в Донбассе, на самом деле, на протяжении предыдущих лет. И вот эти все истории с нападениями на мирные собрания, на изменения активистов, оппозиционеров, это же все творилось, там, 2004 год, это Донецк, Луганск, это буквально на каждом шагу, это творилось, это было, ну, повседневностью, нападение на штаб Ющенко, там, тогда и так далее. То есть я, например, и поэтому я такой, для меня это было очень, на самом деле, удивительно, потому что я ждал, что Луганск, как всегда, выйдет с инициативой, как бы, быть жестче всех, вот, как это было раньше, благодаря господину Ефремову, вот, а сейчас как-то вот получилось так, и было гораздо жестче в Харькове, то есть это стритбаб, побоище, как бы, и так далее. У нас того всего не было, но зато потом, конечно, вот прорвался вот этот гнойник, как бы, и вот вылезла вот эта вот вся публика на белый свет. То есть тут, 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 а почему она вылезла? Тут очень много, ну, помимо всего внешнего воздействия, да, вот чисто на социальном уровне, на уровне вот этих людей, которые там живут, там, как бы, есть два таких очень сильных пласта, как бы сказать, людей, которые не состоялись в Украине. Один пласт, это те, это, собственно, ну, вот, скажем, люди, ностальгирующие по советскому Донбассу, как индустриальные кузни такой, вот, а второй пласт, это люди, вот, остатки 90-х, на самом деле. То есть, вот, та часть бандитов, которая, грубо говоря, не легализовалась. Вот они так существовали, ну, они-то помнили времена, когда можно было так круто, там, на автомате с тачкой рассекать, отжимать, перезаходить, кому угодно. Вот они сейчас очень хорошо влились, органично влились в движение. Насколько я понимаю, в Крыму там тоже, как бы, представители ОПГ, они последнюю роль играют. Да, самую не последнюю, но вопрос тут заключается, вот, в чем я, тот вопрос, который задавал Виталий, по поводу того, как Украина вообще сможет мирно существовать, вообще с Донецком, даже если это будет мирное существование. Сегодня я смотрел результаты исследований Фонда демократических исследований, демократических инициатив Кучерева имени Кучерева, по поводу отношения жителей Украины к европейской интеграции. Единственный регион, где не поддерживают даже на сегодняшний день европейскую интеграцию, это Донецкая и Луганская области. То есть все остальное, я сейчас не знаю, в Крыму они не проводили, потому что невозможно это просто провести, но это единственный регион, который не поддерживает. Подождите, а как вы хотели бы, чтобы сейчас, в нынешней ситуации, Донецкая и Луганская область поддерживали в условиях военных действий, в условиях беспардоны совершенно российской пропаганды, в условиях фактического контроля над ситуацией со стороны сепаратистов и диверсантов из так называемых народных республик? Для того, чтобы эти люди стали сторонниками европейского выбора, необходима некая разъяснительная работа. Но, между прочим, когда президентом Украины был Виктор Янукович, и он говорил о необходимости европейского выбора, тогда Донецкая и Луганская область поддерживали этот европейский выбор в социологических опросах, а молодые регионы разгоняли коммунистические митинги в защиту таможенного союза. Это мы тоже видели. А сейчас эти молодые регионы в Крыму, они точно так же теперь уже являются молодыми единороссами. Я не помню, как называется. Молодая гвардия Единая Россия. Сегодня они празднуют в Ялте, например, на набережной. День России. День России 12-го числа. Он продолжается это празднование, кстати, да, уже, да. Но интересно другое. Ведь действительно, это ведь такой вопрос номенклатуры крымской, которая праздновала День России вместе со всеми и отдыхает сегодня. Она ведь действительно почти вся из партии регионов. Ну, единственное исключение, это вот господин Аксен, наверное, его за это и выбрали, который возразил политическую партию откровенно шовинистического свойства и этого не скрывал. Надо отдать ему должное. А большинство ведь крымской элиты это регионалы, да, все эти герои Украины, господин там Дейч или вице-спикер господин ЮФФ. Это партия регионов лицом. Абсолютно верно. И больше того, даже сейчас просят наиболее вероятные замены господину Тимиргалиеву на должности вице-премьера, называют господина Нахлупина, который не просто из партии регионов, а приехал в Крым вместе со славной Донецко-Макеевской командой. И удивительно, что он остался там, да, при том, что некоторый, Могилев уехал, да, и многие регионалы уехали, которые были донецкие, после всех, или перед, или после этих событий они уехали из Крыма. То есть инкорпорации донецких тоже происходит, ну, донецких в политическом смысле, в Крымской, да, тоже происходит, потому что у многих есть там экономические интересы, они их должны блюсти, я так понимаю, что, может быть, они блюдут не только свои интересы, но также и тех интересов людей, благодаря которым они в свое время оказались в Крыму. Но не только партии, не только партия «Единая Россия» живет Крым на сегодняшний день, у нас есть теперь и своя собственная ПР, это партия патриота России, ей руководят бывшие тоже члены ПР, только партии регионов крымские. То есть они как-то распределили, да, кто будет, потому что уже 14 сентября в Крыму состоятся выборы в местные советы, это теперь называется там Дума, где они будут... Нет, это Государственный совет Республики Крым. Ну, в местные советы также, да, но мэров не будет, не будет выборов, потому что хватит, в принципе, я считаю, уже крымчанины выбирались мэров, но им же надо создать какую-то видимость плюрализма, да, что это разные политические силы, то есть партия регионов, она теперь подробится на несколько партий и обогатит российский политический ландшафт своим богатейшим опытом работы в Украине. Между прочим, я думаю, что я когда-нибудь специально в этом сделаю программу, потому что это вот самая большая такая, я бы сказал, игра произошла с жителями славного города Севастополь. И жители славного города Севастополь, они никогда за все время истории этого города в независимой Украине не имели мэра, да, потому что Севастополь имел особый статус, как и Киев, но поскольку закон о городе Киеве есть, если закона о городе Севастополь нет, и 23 года его не принимали, то севастопольцы действительно не имели никакой возможности избрать мэра города. Горсовет могли избрать, мэра нет. Всегда Севастополем руководил человек, назначенный из Киева, глава Севастопольской городской администрации, потом Россия эту обиду удачно использовала, собрались люди на площади, выкрикнули мэром очередного там назначенца российского, господина Чалова, который потом подписывал договор о присоединении Севастополя к Российской Федерации с господином Путиным. И потом вдруг оказалось, что опять в Севастополе не будет никакого мэра, насколько я понимаю, сейчас назначен этот губернатор Севастополя, и он никакого отношения к Севастополю, по большому счету, тоже не имеет, в любом случае его никто не избирал, и он будет руководить городом так, каким руководили киевские назначенцы. Ну, наверное, севастопольцев это не сильно как-то уже и беспокоит. Вот. То есть, точнее, теперь даже их мнение вообще уже никого не беспокоит. Да, то есть сейчас никого не беспокоит их мнение, потому что мнение севастопольцев здесь постоянно обсуждалось, что это нехорошо. Вот я был сторонником проведения выборов мэра Севастополя долгие годы. Со мной многие здесь не соглашались и говорили, что мэр Севастополя обязательно, учитывая инфраструктуру города, будет проводником российской внешнеполитической экспансии. Так это оказалось правдой. Но в любом случае, теперь, я думаю, действительно, никто об этом говорить не будет. Хотя, честно, надо сказать, что есть некоторые в тех нововведениях, которые там делает эта крымская власть, я не хочу их там обсуждать, но есть и некоторые там здравые, допустим, вещи, как то, например, убрали сельсоветы, которые находились на территории городских советов, потому что это как бы была матрешка, такая матрешка, когда территория города, да, а зачем еще на ней сельсоветы делать какие-то там, то есть, выборы. Ну, может быть, и стоит каким-то образом, когда Крым вернется в состав Украины, каким-то образом изучить и положительные моменты. Кстати, вот о Луганской области еще хотел спросить у вас, Константин. Ведь там большая часть территории, она ведь сохраняет украинский статус. Там нет никакой народной республики. Да, в Снежном находится, в Сватове находится временная администрация области и другие структуры. И вот вы сказали, а вот люди из тех районов, которые сейчас заняты ЛНР, они не уезжают в свободные районы Луганской области? Такая тенденция существует? Или это все-таки разрозненные какие-то регионы, то есть, не вот такой прямой связи? Ну, я бы не сказал, что это сильно разрозненные регионы. Нет, наверняка кто-то уезжает. Кто-то уезжает, но все равно просто уезжают, а все равно стараются подальше, так сказать, от зоны. То есть, Сватово-то, на самом деле, очень близко от... Это такой приграничный город. Там вряд ли спокойно можно себя ощущать к человеку, который хочет безопасность найти. Да, действительно, сохранять Север области по-прежнему остался лоялен в Украине. И не просто лоялен, ну, это действительно народная поддержка. Тело в том, что Север области, это вообще такое очень недооцененное, я считаю, за предыдущие годы, тоже момент, который, скажем, мало использовал Киев в своей работе вот на Донбассе. Вот как при Азовье в Донецкой области, так и север области Луганской, они этнически, исторически, культурно, они мало связаны с Донбассом. Потому что север Луганской области, это слабожанщина. Она тяготеет к Харьковщине. Соответственно, там превалирует этнический состав населения украинцев. Это украиномовные районы, и они всегда были как-то связаны. Но они были просто очень сильно задавлены местной вертикали, потому что они были в общей вертикали областной власти, и, соответственно, их как бы давили, как и у всех остальных. Поскольку там не было крупных фигур никаких, не позволяли им вырастать, и им не на что было опираться, потому что там нет крупного производства никакого. Обычно у нас всегда все крупные игроки, они связаны с какими-то комбинатами, заводами и тому подобное. Но вот я считаю, что это большой просчет Киева в том, что не нашел здесь опоры. Вот сейчас это очень хорошо видно, что эта опора, она на самом деле была. Ну опять, должен был быть Киев, которому нужна была быть эта опора. Это, кстати, на этой мысли мы можем походить к концу нашего разговора, потому что это важный момент. Для того, чтобы на что-то опираться, какие-то решения принимать, как-то вообще видеть государство. Нужна государственная власть. А эта государственная власть фактически только формируется на наших глазах. И вот мы говорим фактически сейчас с вами о последствиях того, что было, когда этой государственной власти и ответственности не было в стране. Это то, вот плоды, чего мы пожинаем, и то, что дает возможность воспользоваться тем, кто сейчас хочет дестабилизации этой ситуации на востоке Украины и в Крыму. Я благодарю моих гостей, журналистов Александра Янковского и Константина Скоркина за участие в этой программе «Дороги к свободе», которую для вас провел Виталий Потник. Всего хорошего, уважаемые слушатели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!